Доброго времени суток! В политике с лихом гость Николай Савченко, вице-президент Союза кроличков по металлу России. Но сегодня он не в этом качестве у нас, а как один из активных борцов, из немногих активных борцов, с так называемой могилой фашистов в Россоши. Собственно, лично мое мнение по данной теме, оно простое. Я не сторонник того, чтобы смешивать тех, кто защищал свою родину, и тех, кто пришел как захватчики, чтобы ставить между ними знак равенства. Я против этого, поэтому саркофагу с костями захватчиков в принципе нечего делать в русском городе. И в общем-то тут и проблемы не должно быть. Его просто не должно быть, этого саркофага не должно быть, и все. Но он остается уже с тех пор, как обнаружили с Костей, сколько прошло лет? Семь лет уже. Семь лет прошло с тех пор, как Костя... Вся страна уже знает. А все остается по-прежнему. Так может, значит, не все так просто в этой истории. Вот попробуем расставить точки над «и». И поскольку ни один из оппонентов, Николай Савченко, не согласился участвовать в данной программе, а их достаточно, среди чиновников в том числе, я побуду и адвокатом дьявола здесь. Я готов. Тогда, Николай, сходу, то, что анонимно и неанонимно в беседах, к вам главная такая претензия, что вы преследуете какой-то свой корыстный интерес. Нужно политический, выборы и так далее, в которых вы якобы участвуете. Участвовали? Значит, с 2007 года проходило много выборов местных, областных и прочих. В свое время я был депутатом областного совета. И, в общем-то, я человек активный. Областного совета Воронежского областа. Да, это 90-е годы. Но это к нашей истории не имеет отношения. Да, нет, конечно. После того, как вы стали борцом с этой, так называемой, могилой фашистов. Было масса предложений. У вас политические амбиции вы преследовали? В выборах, и я всегда отказывался, мотивируя одним. Ну, во-первых, у меня и так работа интересная, да, как общественная вице-президенция за крошечком, кровельные технологии внедрения. А если я иду на выборы, то мне сразу же все выкатывают, а вот почему он там с этой шляпой, с костями воевал, там с памятниками воевал. Поэтому я принципиально отказывался, и до сих пор у меня нет желания заниматься политикой. Это просто общественная гражданская позиция. Мне ставили вину, Савченко хочет землю там где-то под памятником или возле памятника. Любой нормальный человек сразу задался вопрос, как может гражданин, мелкий предприниматель, у нас кровельная компания и кровельная школа с сыновьями, да, семейная фирма, как может получить кусок земли в центре города без разрешения чиновников? Никак. Ну, в Воронеже такое случается иногда. Ну, правда, вы должны быть не мелким предпринимателем. Да, да, да. Поэтому вот две причины, да, еще третья причина. Итальянцы чего-то там ему не додали. Да я сотрудничаю с коллегами из Южного Тироля, кстати, немецкая компания, которая 125 лет, фирма Шмидт. И сегодня в плане обучения молодежи, ремеслам, развития кровельных технологий, я участвовал в выставках в Москве, в Лейпциге, Дентмал, по реставрации, были сюжеты на канале там в Воронежском. Поэтому вот эти три претензии ко мне, они рассыпаются. Я скажу так, эта история началась в 2003 году, когда поставили этот памятник. И спустя некоторое время мне наши ветераны говорят, Николай, ты же работал в Италии. Да, я работал два года в 2000-2002 году. Простым кровельщиком, осваивал технологии, получил вид на жительство, мог там остаться, но я вернулся, я не захотел стать иммигрантом. Я думаю, это мне плюс, да. И я рад, что я остался в России, сейчас у нас лучшая школа, это не реклама, это просто, да, факт. И мы 10 лет не знали, что там кости. Но я с 15 предпринимателем поговорил, и все были готовы дать денег, чтобы сделать какой-то противовес сквере, как символический фонтан победы. То есть струи подсвечиваются разными цветами, это салют победы. А шляпу мы предлагали не... То есть вы были против этой шляпы и до того, как знали про кости? Естественно, 10 лет мы... Это принципиальный вопрос. А что? Если там нет костей, если это не саркофаг вот этот... А потому что процедура открытия, когда мы ее на видео увидели, я сам видел это все воочерю. Но тогда это все воспринималось, знаете, перестройка, гласность, дружба, там, примирение. Вы имеете в виду, когда с почестями открывали... Да, да, да. Ну, когда мы сейчас будем смотреть... Резюмирую несколько. Да, да. Вы хотели в противовес поставить другой памятник... Чтобы это как-то уравновесить. Потому что были оскорблены самой процедурой открытия. Конечно. Вот просто... Конечно. Чисто эстетическим и символическим оформлением. Абсолютно. Потому что на видео, если вы его покажете, хотя бы там кусочки, режут ленточку, генерал НАТО еще не разрезали, а он уже стоит вот так. Начал хлопать, еще не разрезали. Глянул на наших чиновников, и они захлопали. Начинается с этого. Далее снимают покрывало. До этого город не знал, что там будет. После там в книге мы прочитали, что должны были две такие руки быть, да. Стоит шляпа с пером, к ней прилиплена звезда справа. Минуту отдает честь военные в этих шляпах своих с пером. Наши чиновники. Капеллан освещает по католическому обычаю. И в СМИ идет информация. Это память к десятилетию детского сада. Представьте, что на месте этой шляпы стояли бы детские фигурки. Кто-то отдавал бы честь. Кто-то возлагал бы венки. Кто-то бы освещал эти детские фигурки с голубями. Если это символ примирения, дружбы, мира. Поэтому тогда еще осадочек остался. И мы решили, ну ладно, ну раз уж поставили, да, эта шляпа не запрещена, да. Она и сегодня, так сказать, в войсках, как военная форма. Но это уже символ милитаристский. А во время оккупации итальянцы носили точно такие же шляпы. Они эти поменялись, но это не наша проблема. Главное, что население знает, что вот эти пернатые стрелки стреляли женщин, детей. Ей, значит, там есть случай, можно поставить кусочек ролика, рассказывает женщина, я которую не знал, а ей рассказывал очевидец, он был мальчишкой. Учительницу с девочкой пятилетней закопали живьем за то, что она не стала их просто шлюхой. Ну какое право имели назвать, значит, что это памятник неизвестному фашисту? Ну по сути это захоронение. Да какое захоронение? Значит, я полный останки, допустим, официально похороненные, а то кость поднята на поле боя и сунута туда. Это был бизнес на крови турфирмы и плюс нашего кровида Морозова, который был таким гидом, возил по местам боев славы. Который сейчас в подвальном музее под детским садом является кем заведующим? С музея его оттуда турнули благодаря тому, что мы обращались, что там целый зал боевой славы фашистов. Этот зал сейчас спрятали куда-то. Есть доказательства, что это именно боевая слава фашистам? Конечно, потому ее и демонтировали. Морозова с женой на выход с вещами, сейчас там другие люди, но администрация опять диктует им, как там все делать. Ну и так остается? То из-за чего убрали Морозова? Нет, не в том масштабе. Там был целый зал, увешанный всеми этими делами, фотографии Муссолини и Гитлера. Так, возвратимся, вы сказали, бизнес на крови. В чем бизнес был конкретно тогда, когда поставили память? Смотрите, было время, когда поехали буквально массово потомки погибших, не вернувшись с войны, даже ветераны, которые живы остались. И Морозов оказался таким гидом-проводником, который автобус по 40 человек возил по местам боев. И однажды, когда было несколько автобусов, пригласили еще одного краеведа, Чалый Петр Дмитриевич. И он говорит, когда мы возвращаемся с Дона, идет итальянец со шляпой по автобусу собирает идти, еще были лиры, не евро. А некоторые спрашивают, а кому это евро? Да, Морозову на музей. Не было разделения счета музея и кармана. И очень много ехало. И в книгах, в своих мемуарах он пишет, жаль, что не едут туристы. То есть, тут коммерция была на крови, буквально. Но вернемся к памятнику сегодняшнему, с костями. Значит, перед тем, что от 20-летия детсада стали ездить туристы ихние, и развозить листовки. Мы приехали почтить память наших и ваших бабушек и дедушек. Мы приехали воздать почести нашим погибшим героям. И мы стали вообще удивляться. Ребята, вы приезжаете на нашу землю отдавать почести и нам об этом проповедуете. Собираюсь в редакции газеты Росаш, обсуждали все. Они говорят, да это же были по приказу посланы. Нашли информацию, половина была добровольцев. Кто такие добровольцы-то? Головорезы, наемники. Муссолини. И вот 13-й год. Намечается мероприятие, приедет полторы, там, 2000 человек. Все. Эти люди приезжают в темную, как в войну, как пучечное мясо. Верхушка, кучка знала обо всех делах в 2003 году и в 2013. Что значит в темную? Очень просто. О костях знало буквально там, ну, ограниченное количество людей. Вот микроавтобус есть, там полковники эти, отставники НАТО. Вот они знали. А мой друг, предприниматель мирового уровня, когда я с ним по телефону обсуждал эту ситуацию, он начал мне рассказывать, мы такие ребята, приезжаем, строимся, молимся. Что за друг? Мой друг Фабио Нибенни, это предприниматель, который однажды приехал пойти пешком по России, 200 километров по дороге наступления войск в войну. Ну, я оказался, случайно, Мороза попросил, привезти ее с гостиницы. Я уже знаю, человек хочет пройти пешком, не знаю языка, это 99-й год, 98-й, где ночевать в гостинице в отеле. У нас ни одной гостиницы 200 километров. Где кушать? Кафе, бар. У нас ни одной столовой нет. И я, в общем-то, пошел его проводником, не ради денег, просто я поставил себя на место другого человека. И мы с ним прошли этот путь пешком, как вот отступали итальянцы во время войны в 43-м году. А его предки тоже воевали? Он приехал, думая, что его отец воевал во время вот войны. Он прошел этот путь, спросил у меня, чем ты занимаешься, я ему показал несколько фотографий моих куполов, какую-то работу. Он сказал, можно я возьму с собой в Италию? Я сказал, ну, пожалуйста, бери, и думаю, жене покажет там дома, да? Но оказался он парень непростой, предприниматель мирового уровня. А, вы этого еще не знали? Я не знал, да. Собственно, так и задружили, да? Да. С итальянской стороны. Он уехал, другой бы приехал, показал, может быть, жене, вот русский провел меня там как проводник, не взял денег, вот такой чудак. Два чудака, да? Я не знал итальянского, он не знал русского, мы только там жесты, словари и все. И он приехал, и ему стало интересно, значит, ну, этому русскому помочь чем-то, чтобы он к чему-то приехал в Италию поучился. Нормально, это нормально. Вот это дружба, я понимаю. И он нашел директора фирмы, которой 101 год был, Ашмидт, и президента ассоциации Кроличка Южного Тирора. Я провел весь маршрут, он уехал, показал фотографии, и меня директор фирмы приглашает в Италию поработать. Ну, я соглашаюсь, там выучил несколько там слов со словарем. Я там поработал два года, причем в разных трех фирмах, чтобы понять технологию, и все, вернулся в Россию, начал работать с сыновьями, реставрация, первый храм под Воронежем Терновое сделали, потом на Серегерии, ну, пошла нормальная работа. И когда в 13-м году мой друг приезжал в то время, в 2003-м, когда поставили шляпу, Фабио, шляпу с костями, он приехал со всеми вместе, я, кстати, там в кадре есть его фотографирую, ну, ему на память, да, и я когда повез его на Дон, пещеры вот эти там, на берегу Дона, там же итальянцы стояли, я говорю, Фабио, надо фонарик, может, тут твой отец что-нибудь написал, он говорит, Николай, я плохо знал историю, он поздний ребенок, родился в 60-м, отец умер в 80-м, 20 лет было. Мой отец не воевал в России, он был в армии Муссолини связистом во время войны, а когда разгромили и вернулись в Россию итальянцы, вот эти остатки, тут же немцы их разоружили и куда-то на каторгу в Польшу, и отец Фабио был в плену немцам. Потом он вернулся в Италию, Муссолини начал формировать свою армию, но отец Фабио ушел в партизаны и воевал до конца войны против фашистов в партизанском отряде. Вот так судьба свела русского с сыном партизана-антифашиста. Поэтому он и сейчас, как бы, да, а почему в темную? Так, да, вот я хотел предложить, тем временем вернемся к потомкам тех, кто оккупантами приходили на землю, да? Да, приезжали оккупанты во время открытия. В темную, какие доказательства того, что они сделали это именно в темную? С костями. С костями, но что-то еще не сделали? Да, 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 конечно, конечно, знаете, значит, что было задумано, приехали в марте. То, чтобы понимал, зрители, они просто среди ночи принесли костюм. Никакой среди ночи. А даже не среди ночи? Ну, это не совсем темное тогда. Нет, 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 сейчас скажу. Знали об этом чиновники, как минимум, там, два, три, четыре, да? Ну, это есть доказательства, что они? Конечно. Какие? В этой книге описано все, как были переговоры. Книгу написали авторы ее? Авторы, три человека, из них два черных копателя, которые копали на кладбище, а третий стоит здесь же в книге с фотографией, с костями на фотографии позитов. Это итальянцы? Это итальянские песни-свелки. Все три итальянцы. А, все три автора итальянцы? Да, все три автора итальянцы. И участвовали в этом незаконном захоронении? Они написали книгу из тщеславия. Ну, не странно ли? То есть, сначала, как вы говорите, они в темную хоронят, а потом сами в книге признаются. Да, и вот это ихний прокол. Потому что они хотели славы при жизни, и им, извините, Ну, славу они получили. Они получат, еще не получили, они получат. Значит, здесь описано, что Морозов их возил, искали кладбище, политая кровью их героев. Все описано. Так, так, так. Морозов отказывается у следователей. Я не при делах, я не был. Но я вам дам ролик, кусочек, где Морозов, давая интервью одному из журналистов, многие приезжали в Россош, он открывает книгу, говорит, ну вот, Панката держит кость. А где вы видите лицо Панката? Нет лица Панката? А потому что есть другая фотография, на которой... Панката один из авторов. Панката один из авторов, это как раз тот, сколько полкости, кто, в общем-то, с кладбища привез. И два серых ординала, Панката и Лина Кес. Так, я хочу пояснить, почему мы так подробно именно занимаемся тем, кто именно хоронил и как? Потому что оппоненты, вот Николай, нашего гостя, два довольца, я бы сказал, даже сторонники вот того, что не надо трогать, это символ дружбы и сотрудничества, они обходят вообще стороной этого вопрос костей. Хотя из-за него-то из-за него-то весь инвестиционал. Конечно, конечно. И если вас эстетически оскорбляло открытие, но здесь можно поспорить, тут дело вкуса для кого-то, дело... Позволили детсад открыли. Дело там общих знаний. То здесь, когда ставится практически гробница с костями в центре города русского, туда... Могила неизвестного фашиста. Отсюда начинается то, что должно быть исправлено. Так как продолжать? Конечно. Так вот, на этой фотографии стоит еще один человек рядом, значит, темные брюки и светлая куртка. А есть фотография, где стоит оккупант, бывший, ну, ветеран, будем сказать так, войны в России, да, итальянец. Подожди, в каком году? В том же году, в это же время самое, в 2003-м. То есть, спустя 50 лет? Да-да-да-да-да-да. Он здесь есть, он здесь есть на фотографии, его фамилия Греппи, я его видел лично, вот он фамилия Греппи. То есть, он один из тех, кто с Костю на руке стоит. Он воевал в Руссии. Конечно. Их много, они живучие ребята, они были молодыми, живут долго. Вот двое, нынешний президент стоит с Костю на руке, и этот ветеран Анжело Греппи. Греппи. Есть фотография, где Морозов стоит с этим Греппи в этой же курточке светлой джинсовой и в темных брюках. То есть, следователь, если бы имел хотя бы три класса, воронежский, ананим, он просто взял бы две фотографии и посмотрел, да, и сказал Морозову, в книге написано, что ты вводил, вот фотографии твои, рассказывай, дорогой. Но в ответе из администрации президента уже говорится, Морозов, как участник этой истории, то есть, признается уже, да, администрация области. Ответе от какого числа? И же много было. Это ответ пришел буквально вот в ноябре месяце, начале. Ноябре, ну вот свежая так, свежий. И Морозов говорит, это знаете, как птица. Это ответ на ваше обращение? На мое обращение в администрацию президента, с администрации президента в генпрокуратуру. И вчера еще получил позавчера ответ из прокуратуры области. И вот сверять два этих ответа очень интересные. Во-первых, там снизводится этот памятник в виде шляпы с пером. Это элемент благоустройства. Это есть в ответе. То есть, это урна, скамейка, детская площадка. Сразу точно, там про Костя ничего не говорится. Вообще в ответе, о Костях есть. Но говорится нам так, что это два добровольца по личной инициативе, ну, был в ответ еще следователь, в сумерках заложили. Морозов... Акуда у них этот пассаж про сумерки, вы говорите, днем? Потому что несколько раз, что ли, они подхоранивали? Так, если вы будете смеяться, у следователя есть даже ответ, кто это? Лина Кес? Ну, тут деваться некуда, потому что нафигурирует он везде. И президент Ассоциации Парацине. И дальше в скобочках умер. То есть сваливают на покойника. А мы берем, значит, журнал Альпини 2003 года. И там написана вся процедура, как это было. И президент приехал, когда уже постамент стоял. Шляпу, не знаю, привезли, ночью поставили, а может стояло. Ну, президент, вы представляете себе президента, который ночью там с анастерком закладывает в нишу кости? Это мы еще сообщим родственникам президента, что на него сваливают вот эту подлость. Взять кости из кладбища незаконно, да это уже преступление, нарушение кладбища, и все. А Греб, получается, приехал фактически вот таким образом, таким варварским, своих однополчан закапывал в сквере города Роса. Да, да. И церемония, когда было открытие, то такой с бородой видно древний, тоже ветеран, он цветы такой последний ложит однополчанам. Угу, молодец. Вот, но это история как бы вот открытия, то есть важна процедура открытия как ритуал. А мне отвечает прокуратура, в этом нет ничего незаконного. Вот они, значит, открыли вот таким вот образом, вот посчитали. Ребята, но есть же... В чем в этом? В том, что они с почестями... Честь отдают. Честь отдавали. Только права, краху военных. Освящает капеллан военный, и там слова есть, я же немножко по-итальянски понимаю, ора и сэмпре. Так. Время и навсегда. Ну, как по-нашему, во веки веков память, да? Почесть. Траурные венки к чему? К кому возлагают? Только к мемориалу, монументу, славы, почести, чего-то, признания каких-то заслуг. Но самое смешное, что называется этот памятник, сейчас под документом, памятник братскому сотрудничеству, русского и итальянского народа. Мы что, братство хоронили, что венки возлагали? Вот какой момент, они даже не скрывают, что там захоронили. Сначала скрывали, отказывались. Уже даже и косвенно об этом говорят почести, о которых вы перечислили. Да, да. Ну и, собственно, в книге они об этом подписались. То есть, с их стороны, вообще не скрывается этот факт. Как я, ну как вот со стороны, как мне это? Ну поймали за руки. А вот что наши, так сказать, ответственные лица, российские, что на этот счет? Российские. Когда журналист, собеседник, задал Гриневу вопрос. К сегодняшнему дню. Вот вам ответил прокурор. Гринев задавал. Гринев говорит, ну не может быть. Гринев, это бывший глава. Бывший глава, который разрешил этот сквер занять под фашистский погост. Его там с колхоза вытащил жили эти самые, руководители района, молодой, все. Его свозили в Италию, об этом тоже информация есть. Он признается, журналисту собеседника, что я билет купил, но проживание, питание оплачила принимающая сторона. В любой стране это была бы коррупция, взятка, чиновника повезли, накормили, повозили, поразвлекали. Речь об этом зашла. Перечислите всех чиновников, которые рассашанские. Ответственные за покупки Гринева пошли. За открытие это Гринев и Квасов. Квасов клубов. Квасов был мэр города. Он был на побегушках у Гринева. Это уже не секрет, все знают прекрасно. И он стоял, извините за жаргон, на шухере. Потому что есть два очевидца, которые следователю дали показания. У меня есть запись на видеокамере, когда фильм снимали, из Москвы приезжали. Подъехал Квасов и стал разгонять зевак. Как так? В 2003 году. Во время, как выкладывался постамент. Мэр города среди бела дня. Семь человек вокруг с тачками, с раствором, все выкладывают. Можно на это и посмотреть, что важное политическое действие совершается. Он запрещал фотографировать и говорил, когда все будет готово, потом будете снимать. А там получается так, что один человек с внуком купили полароид, дефицитная штука тогда. И он хотел просто опробовать, сфотографировать итальянцы в шляпах, романтикам. И все их воспринимали как такой фольклор. Хотя это байонизированная организация натовских основников. И он нагнал, не дадут сфотографировать. Это значит, во-первых, в книге прописано, что и Квасов, и Гринев знали, где будет братская могила. И они сказали, нам все равно, где будет. Но они выбрали сквер в центре города. Престижнее места не бывает. Это в книге есть. Итальянцы в этом написали. Итальянцы, да, они вели переговоры. Значит, в 2003 году весной. А приехали уже вот в сентябре перед юбилеем. То есть, они использовали юбилей детсада как повод для того, чтобы праздновать свои юбилеи Победы под Николаевкой. Операция Улыбка. Операция Улыбка, да. А нас с двойным дном. Потому что операция Улыбка это построить детсад. Но есть выступление Парацине, уже покойного, к сожалению. Он может обиделся, что на него списали закладку костей. Он выступает и говорит, наконец-то удачно завершилась операция Улыбка. 2003 год. А улыбка завершилась в 93 году. Не, ну тоже удача здесь какая-то относительно. Удача завершения. Да. Они же не получили себе, ну кроме если же только считать, что землю под памятником они получили, да, отвоевали. В чем удача? В том, что они реванш совершили. Реванш, если бы они победили. Да, ну понимаете, они проиграли в пух и прах, но они вернулись сюда как хозяева. И мне когда пишут ответ, что нету ничего нарушения в том, что подняли первый флаг Италии при открытии церемонии, а потом России, может я что-то не понимаю. Вот кстати об Италии и России еще раз я задам, может быть даже будет повторение, но думаю это того стоит. Дело, вот смотрите, какое складывается впечатление. Итальянцы совершенно не скрывают, чего они хотели. И собственно, сделав это, с 2013 года, сделав это, они не отрицают, что вот мы что хотели, то и получилось у нас. Ну по сути, если брать то, что они говорят в интервью, книгу, поэтому, ну, молодцы, добились своей цели. Вопрос-то к российским чиновникам. Да, ныне, как они реагируют, да, на это. Смотрите, смотрите, да. Вы сказали, что есть, значит, вот свежий ответ из администрации президента, что там конкретно говорится о вот этом незаконном, как бы скрытном подхоронении костей, хотя итальянцы и не строили. Чуть-чуть надо вернуться назад. Во-первых, в 12-м году нынешних у чиновников Мишанкова был мэр города, сейчас ее повысили, сейчас он в районе, Маркова, глава горсовета и Морозова. Всех троих с женами свозили в Италию. Та же кучка реваншистов. Линаке с Панката, Линаке с Панката. В книге пишут, вот фотографии есть, стоят они, группа, все, Венеция, Доломиты. Нормально. 12-й год. В 13-м году проходит вот этот шабаш очередной 20-летий детсада. Но Панката прокололся, его там, наверное, сейчас смешивают с землей. Он книгу мне подарил, даже с авторофом. Надпись Николаю в знак нашей общей надежды. На что это сволочно дело, что у всех можно купить? И чиновников, и Морозова, и Савченко. Они знают, что я работал в Италии, немножко итальянский знаю. И так доходили до меня слухи, что Савченко будет продолжать дело Морозова. Ребята, но не все продаются. С комсомолки. С комсомолки. Журналистка, она первая приехала в Россов, потому что я приехал в Воронеж со своим другом, рассказать эту историю, что вот ребята, у нас фашисты, вот Кости захоронили. И она приехала в Россов. И она приехала в Россов. Приехала, хотелось встретиться с мэром, получить от него. Я привожу ее в Белый дом, заходим на второй этаж, нету Мишанкова, заходит к заму. Она зашла, и тут заходит Мишанков. Я говорю, Юрий Владимирович, приехала журналистка, вы можете изложить свою позицию. Открыто, я говорю? Открыто. И он стоит такой, да я в отпуске, и убегает по лестнице, у меня на глазах, как трусливый щенок. Подожди, ты же мэр города. Савченко тут называется бузатером, там, значит, не знаю кем. Скажи журналисту, что у меня вот это, вот это вот все, законно все, пожалуйста. Он убежал. Просто убежал. И вот с этого момента понятно было, что они на крючке у итальянцев, мы не знали, почему убежал. Но когда книга появилась у нас, мы увидели, что... Они, это вы имеете в виду ваших русашанских чиновников. Да, чиновники Мишанков, Марков. Еще, я понимаю вашу зацикленность на местных чиновниках, но я, когда спрашивал о российской стороне, вот меня интересует, что администрация президента отвечает? А области, можно области? Область, да. Область была попытка узаконить эти кости. У меня есть письмо за подписью некого Коробкина, это зам Соколова. Соколов в политический вице-губернаторе. Когда Соколов приезжал с левитом, я ему положил на стол и сказал, это было в 18-м году, когда уже телевидение показало, что в Россоше там вообще творится непонятно что, реабилитация фашистов. Я ему говорю, вы же видите, написано в вашем письме, ну правда, Соколов не подписал, подписал Коробкин, хотя написано было Соколов. Там написано было так, ну какая-то там вода, потом написано, полагаем, что если там действительно окажутся останки, то надо узаконить как войско захоронения. То есть об этом пишется в сослагательном наклонении. Да, полагаем. Официальная позиция получается российской стороны, что они там есть или нет, мы точно не знаем. Уже все знали, что есть. Судя по формулировкам. Они написали, что ну надо узаконить, раз такое дело. А почему вы пишите полагаем, вы кто такие, чтобы полагать, господин Коробкин? Ты сошлись мне на закон такой-то, такой-то, или там межгосударственный договор, а у итальянцев на секундочку в договоре скажут, что все должны быть эксгумированы и увезены в Италию. У них не должно быть здесь захоронений вообще никакого в принципе. Лежий судья. Господин, дальше, дальше, администрация президента. Администрация президента, она получила ответ, естественно, с Россоши, с Воронежа. Да. И если взять 6 страниц, то из них 90% это переписывание с пустого порожнего. Ну так шоется. Абсолютно. Но какие моменты здесь скажут? На Беллай, так скажем, как это. Да, сам отчет непонятный о чем. Какие моменты? Во-первых, признается, что незаконное захоронение это нарушение закона России. Признано. Второе. Нарушение Международного договора. Признано. Далее идет о том, что господин Соколов встречался с консулом в Липецке, обсуждали, значит, эту ситуацию. В 18-м году? В 18-м году, да. То есть, в 18-м уже признаю? Или сейчас? В 18-м году уже ездил консулу обсуждать ситуацию, что делать с костями. Я так понял из этого письма, оно так написано обтекаемо, что консул сказал, мы не возражаем, что вы их захороните где-то, где попало. На секундочку, это останки солдат, как бы то ни было, итальянской армии. Пусть даже фашистской. Ну, вы сейчас это потом, я понимаю, защищать их не спешите, надо разобраться. То есть, так скажем, верховная наша власть, президент администрации, ее позиция, что в кости были захоронены незаконно, ну да, какими-то там двумя добровольцами. Следовательно, их надо перезахоронить. Да, но, почему-то... Мы это в документе можем показать? Конечно, конечно. Но почему-то не идет речь нигде в ответах, что там есть множественные останки, которые не изъяты. Это есть только в письме следователя Росошанского, мэру Росоши Кобылкину, и после этого забирают все дело в Воронеж. Назначают господина Ананева следователем, посолу, важно разбираться, и он пять раз мне дал отказ в возбуждении уголовного дела, и везде уходит от ответа, а почему мы не вскрыли? Ну, ощущение... Нет, сейчас поделюсь своим. Федеральная власть, она... Хотелось бы, чтобы вообще скандала никакого не было, и люди разобрались бы здесь. Областная власть на уровне губернатора, на уровне прокурора, и на уровне генерала Левита, руководителя Сельского комитета, между ними есть, я так предполагаю, сговор, что делать все, чтобы затянуть этот процесс до кончины Савченко, не знаю. С какой целью у них так вызовут? С какой целью? Они тоже гуляли по итальянским альпам? А здесь система не хочет сдавать чиновников. Я так подозреваю... Они стали грудью и... Честь мультира, честь системы. За кого там? За Мишанкова, Гринева и Классова? Нет, Мишанкова и Маркова. Нынешние, да? Ну и еще скажу, цепочка тянется далеко до самого господина Гордеева, который был в Италии, был в гостях в Канельяно, где как раз этот черный копатель и там его сын уже мэром. Я, кстати, был на приеме у Татьяны Александровны Гордеевой с этим вопросом. Она говорит, ну, Николай Александрович, сейчас же толерантность, примирение, все, давайте не будем ворошить. Не мы начали ворошить. Не одна Татьяна Александровна так думает. Не мы начали ворошить. Не мы приехали в Италию рассказывать, какие мы победители крутые. К нам в страну приехали, стали таскать кости с кладбища в город, когда по всей Европе с городов, с центров выносят на кладбище. Весь вопрос в костях. Почему сейчас пытаются оставить этот постамент? Потому что в ответе уже есть, была договоренность с консулом, они согласны заменить шляпу на что-то другое. Хотя для них это нож в сердце, Дело не в шляпе. Дело не в шляпе. А дело в том, что там останки есть. Им важно сохранить постамент. Они готовы поставить на него все что угодно, пока, извините, вымрут ветераны и их внуки в лице в моем и других там. Смотрите, меня чиновников, по-моему, не особенно-то интересует, что там на самом деле в постаменте. Лишь бы не было шума. Чтобы народ был неправым, не оказался. Ну да, шума не было, не пострадала их, так сказать, честь так называемая мундира. И по вашей версии, вот такие самые высокопоставленные чиновники нашего региона прикрывают поэтому вот этих вот рассашанских ваших любителей покататься в Италию. Ну, а нам, почему вот мы против? Почему? Вот если, ну, это, конечно, дичь. Вот эта вот гробница с костями в центре, это дичь. А какое вот самое как бы зло-то в чем здесь? Что, что оно остается? В чем зло? Да. Я вам скажу, когда меня спрашивали, кто за тобой стоит, я сказал, что за мной стоят вот эти расстрелянные вот в этой папке 43-го года. Сразу? Мы их спросить не можем, они ничего по этому памятнику не говорили. Это есть акты. Нет, нет. По памятнику, который в Россоше был в 2003-м по памятнику, есть фронтовая санитарка, которая была под огнем, была смертельно ранена, выжила. Она является моим главнокомандующим сегодня. Я ей звоню, докладываю, я еду до войны. Ветеран войны, она писала президенту, она писала президенту, писала губернатору. Евдокия Васильевна Адонкина. Вот, Евдокия Васильевна, собственно, я понял. 150 ветеранов, которые были пузниками концлагеря, в Россоше живут. Если бы населению рассказать всю правду, вот этот ролик, я надеюсь, что его увидят Россошанцы. И они узнают правду о том, что кости заложили по-подлому, сейчас они по-подлому поступают, отказываясь от своих солдат, это еще мы в Италию сообщим, я буду сейчас с военным отношением в ближайшее время, мы передаем периодические медальоны их погибших солдат, как жесть доброй воли. И оставить фашистскую могилу в центре города, с любым там этим надгробьем, это в корне неправильно. От кого сейчас зависит, то, что она остается, либо она будет демонтирована, как-то перенесена. Вообще местный прокурор, когда давал нам ответ, что не было... Местный это Россошанский? Россошанский, да, бывший прокурор Пальчиков, хотя нарыл эту информацию за такое слово, извините, зам Кобылкин, ну это однофамильец мэра, он из местных, он знал, что творили там немцы, итальянцы, и он нашел просто, что не было ни отвода земли, ни решили, то есть вообще никаких документов. А сейчас... Букет нарушений, так от кого зависит сейчас? Сейчас, во-первых, может, этот же господин Кобылкин, я письмо ему писал, этого объекта. Либо прокурор, ну у нас вот незаконный самострой, что пишет предписание снести, правильно? То есть уровень Россошанских властей? Уровень либо прокурора, либо депутатов. Прокурору это просто написать предписание, раз это незаконно. Я просил прокурора области, отмените регистрацию. Прокурора мы не будем подвергать сейчас оценке и как-то анализу, да, его действия, но вот Россошанские депутаты, это хороший... Третий созыв, я двум созывам говорил на сессии, публично. Смотрите, это понятно. Собственно, ты вообще этим и должен заниматься, в том числе депутаты. Так и почему они этого не делают? Тоже круговая парка? Или подождите, или они просто не знают? Во-первых, с одной стороны, они мало что знают, так только слухами. Во-вторых, есть ролик, как встречает господин Марков, Лина Кес, который приехал в 25-й раз, как на работу. У меня есть его ответ, он пишет, это не входит в компетенцию городского совета. А теперь прокурор области пишет, входит, сейчас мы ему напишем письмо, ему придется разбираться с этим. Так вот, все объясняется поездкой Маркова, Мишанкова с женами в Италию, они, как эти бобики, стоят на задних лапах и отрабатывают свою пиццу с поездкой в Италию. Вот и все. Ну и плюс еще, плюс еще, конечно, не хочется, чтобы народ оказался прав, хоть даже какая-то группа, потому что раз народ оказался раз прав, он завтра спросит, откуда у тебя куча аптек по городу, а почему у тебя дороги разбиты и далее, и далее, и далее. Поэтому система защищается даже, уже им эти кости да лампочку, уже им эти немцы, там итальянцы да лампочки, им главное, чтобы народ не оказался прав. Поэтому круговая порука в этом и состоит. Включая аж до чиновников, которые там где-то даже в администрации президента, они же получают ответы из области, области, из района. И то, что мы пишем, почему-то игнорируется, когда там факты четкие, и все, я прикладывал там и статьи, и переводы, и флешку, и все, а берут ответы их, и говорят, ребята, все вот так вот выглядит. Ну вот сегодняшние аргументы, они там написали, что да, нужен трибунал по геноциду народа, а у нас в Россоши полторы тысячи захоронено в концлагере. Я хотел бы, чтобы рассошанцы узнали героев этой всей скверной истории. Гринев с Квасовым позволили захоронить останки, Морозов возил их в Италию и был в роли сводника, потом снова Морозов же возил Мишанкова Маркова с женами в Италию, и они теперь защищают эти кости, которые там еще остались, и нам рассказывают про дружбу, про братство, про все остальное. Это оскорбление памяти наших ветеранов, памяти узников концлагеря, и мы будем добиваться по закону, чтобы это место очистили до дорожки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова